Шалом, дорогие друзья, а мы с вами продолжаем готовиться к празднику Шавуот. Праздник Шавуот это единственный праздник в Торе, у которого нету открытой даты. Тора нам сообщает, вы знаете, отсчитайте 49 дней от Песоха, и день номер 50 это день дарования Торы. Но почему же Тора не сообщает нам дату? Мы знаем дату Суккота, Песоха, Шавуота, Пурима и Хануги. Но почему же ты не говоришь мне дату Шавуота? А потому что Тора говорит, забудь про дату. Тут очень важно подготовиться к этому дню. 49 ступенек, 49 ступенек, 49 этапов, пройди все этапы, подготовься, и тогда ты сможешь правильно получить Тору. Именно поэтому даты в Торе нету, а только 49 ступенек это длинный тяжелый путь, который нужно обязательно пройти, чтобы получить Тору по-настоящему. Также праздник Шавуот означает на иврите недели. Почему так? Потому что эти 7 недель, которые нам дала Тора как подарок для духовного роста, чтобы мы могли подготовиться, они невероятно важны. Поэтому сам праздник не имеет даты. Сам праздник называется Шавуот по тем 7 неделям подготовки к этому великому дню. Тора мудрецы сравнивают день дарования Торы как свадьба жених и невеста. Жених это человечество, невеста это Тора. Рассказывают про одного богача, который однажды приехал в самую лучшую ешиву, где учат Тору самые-самые лучшие студенты. Пришел он к главному раввину и говорит, ты знаешь, у меня есть дочка, я хочу для этой дочки самого лучшего жениха, я хочу сделать такую красивую свадьбу, дай мне самого лучшего студента, который будет будущий-будущий знаток Торы, самый большой раввин. И говорит ему глава ешивы, говорит, вон Мойша, возьми его, он самый-самый лучший. Обрадовался богач, позвал он к себе Мойша и говорит, Мойша, я тебя всем обеспечу, ты будешь учить Тору всю свою жизнь, не зная никаких забот о пропитании, и все, что нас всех так сильно выводит из равновесия, ты будешь погружен в учебу, приезжай жениться на моей дочке, все у тебя будет хорошо. Забирает он этого студента к себе в город, покупает ему квартиру, обеспечивает всем-всем-всем бытом, и так вот они живут. Проходит месяц, проходит 2-3 месяца, и все очень хорошо, но этот Мойша подходит к богачу и говорит, богач, слушай, мне все нравится, но можно вопрос, ты же мне говорил, что будет свадьба, а где же невеста? Отвечает ему, богач, ты знаешь, на самом деле у меня вообще дочки нет. Но просто все мои друзья-богачи берут себе таких вот студентов, привозят таких будущих раввинов, и когда мы идем по улице, все говорят, вот смотри, вот это вот муж моей дочки, будущий раввин, все так хвастаются, и поэтому я тоже решил тебя привезти якобы на свадьбу, хотя свадьбы вообще никакой нету, невесты никакой нету, но просто мне нужно тоже какого-то иметь зятя раввина, чтобы я мог хвастаться со своими друзьями-богачами, какой у меня классный зять, которого я обеспечиваю. Никакой свадьбы нет. Говорят нам наши мудрецы, не дай бог, чтобы мы вот так вот были, как этот богач, который привез жениха, а невесты-то нету. Если мы не готовимся к этому празднику, если мы не прошли 49 ступенек, не подготовились, не очистились, не поднялись выше, то никакой свадьбы может и не быть, никакая невеста не придет, потому что все зависит от этих 7 недель, в которых мы сейчас вот с вами находимся. Также говорят нам наши мудрецы, вот и еще одну такую вот аллегорию, приезжает очень-очень деревенский парень, приезжает он в какой-то большой город, и ему показывают самый большой небоскреб. Говорят ему, заходи в лифт, нажимай на кнопочку, и ты поднимешься на 200 этаж. И спрашивают они его потом, ну как было, ты поднялся на эту башню, тебе понравились вот небоскребы нашего города, которые у тебя в деревне такого даже и близко нету. Говорит этот деревенский парень, вы знаете, я не поверил, ну как эта вот железная коробка, она меня поднимет на такой высокий этаж, как я в это все не верю. И сказали ему люди-горожане, ну что ж ты такой деревенский не понимаешь? Ты нажимаешь на кнопочку, и специальный такой скоростной лифт тебя поднимает, а он не поверил. Говорят нам наши мудрецы, все точно так же работает у нас. От человека требуется только минимальное какое-то начальное действие, нажать кнопку в лифте, и лифт сделает всю работу. Всевышний нам говорит, начните соблюдать, делайте небольшие шаги, а я уже буду вам открывать целые духовные миры. Всю работу делает Всевышний. От нас требуется только минимальные-минимальные действия, нажать на кнопочку, запустить эту духовную систему, и тогда мы сможем получить Тору и быть духовно развитыми. Бог говорит, будьте святы, потому что свят я. Он говорит, все уже внутри вас, будьте святы. А где гарантия, что у вас получится соблюдать, и все будет у вас хорошо, и вы достигнете уровень святости? Потому что я святой Бог ваш, вы мои дети, а у вас уже есть духовная генетика. Все уже внутри нас, нужно только нажать на кнопочку, сделать какие-то минимальные шаги навстречу Торы, и тогда мы получим Тору на праздник Шавуот, и мы сможем быть в максимальном контакте с нашим Творцом. Хак Шавуот Самех. Спасибо огромное за внимание.